От отказа страховой никто не застрахован. Навязывание дополнительных услуг или вообще отказ с этой проблемой ивановцы, как и многие другие россияне, не так давно столкнулись при оформлении ОСАГО. Эту аудиозапись предоставила нам блогер Ирина Мальцева. А вот Александр Владимирович, автомобилист с многолетним стажем. Но с такой проблемой столкнулся впервые. Когда пришел застраховать свое авто, получил от консультанта Росгостраха неожиданный ответ. Конечно, мы выдадим полис ОСАГО, но сейчас такое положение, что к полису ОСАГО обязательно, вот я это подчеркиваю, она мне вот так сказала, что обязательно надо взять страховку, ну застраховать свою жизнь одного из шоферов, кто будет ездить. Ну я, конечно, ее спросил, мне это не надо. Она говорит, нет, это во всех компаниях страховых сейчас такое положение. Девушка-консультант даже сослалась на некую статью в законодательстве, после чего Александр, как законопослушный гражданин, выложил кровно заработанные. И только позже узнал, что стал жертвой страховой махинации. Был сильно возмущен. А мне сказали, что это постоянная практика у них. Сейчас все страховые компании так действуют. А я был в госстрахе. Почему я пошел туда, я думал, это государственные компании. И от имени государства они предлагают услуги. Я думал, что там обмана-то не будет. Страхование жизни – дело сугубо добровольное. Компания не вправе его навязывать. И хоть сумма невелика, Александр решил так просто это дело не оставлять. И обратился в прокуратуру и УФАС. Дело на деньгах. Я пришел сюда в антимонопольный комитет для того, чтобы пожилых людей, да и просто людей российских не обманывали. Только из-за этого. Потому что претензий материальных у меня к ним нет. Первыми с проблемой отказа в автостраховании столкнулись люди, которых автомобиль кормит. Таксисты и владельцы общественного транспорта. Под любыми предлогами страховчики отказывались работать с перевозчиками. Как правило, они не отказывают напрямую. Они не говорят, что мы вам отказываем в страховании. Они сообщают о том, что на сегодняшний момент нет полюсов ОСАГО в наличии. То есть они нашли для себя такую уловку и ловко ей пользуются. В Межрегиональный транспортный профсоюз до сих пор ежедневно поступают звонки от перевозчиков. А в середине апреля, уверен Роман Круглов, проблема станет еще острее. У тех, кто все же смог застраховаться. Дело в том, что в прошлом году у нас появилась такая ответственность у перевозчиков страховать свою ответственность перед пассажирами. И многие перевозчики маршрутными транспортными средствами в прошлом году страховали свою ответственность вместе с заключением полюсов ОСАГО. И где-то к середине апреля у многих перевозчиков будут подходить к концу эти полюсы. И действительно проблема очень серьезная. Застраховать автобус очень сложно. И также очень сложно страховать и легковое такси. Из-за нескончаемого потока жалоб от обманутых или получивших отказ от страховых автоплодельцев, Ивановская УФАС была вынуждена провести проверку. В результате чего выяснилось. Ивановский филиал ООО «Росгострах» в нашей области, занимая доминирующее положение на рынке ОСАГО в Ивановской области, нарушает антимонопольное законодательство. Руководствуясь федеральным законом о защите конкуренции, Ивановская УФАС выдала ООО «Росгострах» в лице его ивановского филиала предупреждение о недопущении навязывания дополнительных услуг и отказов в заключении договоров страхования ОСАГО на территории Ивановской области до 25 марта сего года. То есть, если сейчас страховой попытается помимо воли заявителя застраховать его жизнь, компании грозят серьезные неприятности в денежном эквиваленте. Конечно, если заявитель предоставит доказательство отказа. Обращаться в наш орган. Единственное, что необходимо учесть, что просто писать заявление в антимонопольный орган нецелесообразно. Нужно обязательно приложить необходимые доказательства, что вам или навязывали какие-то дополнительные услуги, или отказали в заключении договора. На самом деле, сделать это совсем несложно. Необходимо просто соблюсти установленную законодательством процедуру заключения договора ОСАГО. Для этого необходимо обратиться с письменным заявлением в страховую компанию, приложить необходимые документы к заявлению и попросить на втором экземпляре заявления, чтобы страховая компания поставила отметку, когда документы приняты. Такое доказательство вины поможет привлечь к ответственности нестрахующего страховщика. И, возможно, хотя бы оборотный штраф заставит страховые выполнять их непосредственные обязанности.